МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Время новостей на телеканале Север, студии Василий Хтанзейский. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Для детей с сахарным диабетом в Ненецком округе приобрели специальные глюкометры. Современный аппарат позволяет в круглосуточном режиме не только измерять содержание сахара в крови, но и подавать недостающий инсулин. Местное производство не сбавит оборотов. На работу Ненецкой агропромышленной компании нынешняя экономическая ситуация не повлияет. 27 марта в России отмечают День войск Национальной гвардии. Об этом и не только расскажем в ближайшие 20 минут. Сахар под контролем. Для детей с сахарным диабетом в Ненецком округе приобрели специальные глюкометры. Современный аппарат позволяет в круглосуточном режиме не только измерять содержание сахара в крови, но и подавать недостающий инсулин. Системы мониторинга уровня глюкозы в крови были переданы главой региона Юрием Бездудным в неформальной обстановке. Участие во встрече с детьми и родителями также приняли председатель постоянной комиссии по социальной политике регионального парламента Анна Булатова и руководитель профильного ведомства Елена Левина. Наш регион, можно сказать, пилотный. Мы в прошлом году закупили первых два глюкометра таких для того, чтобы оттестировать. И на двух ребятах мы оттестировали. И отзывы были самые положительные, ну и прежде всего от родителей, которых тоже избавляет от лишних хлопот. И после этого приняли решение о том, что такие глюкометры нужно дать всем детям. Система непрерывного мониторинга глюкозы предназначена для постоянного контроля уровня сахара у детей с сахарным диабетом. Данный прибор позволяет отслеживать показатели круглосуточно. Аппарат не только измеряет сахар, но и подает недостающий инсулин в кровь. При этом эта система непрерывным мониторированием позволяет контролировать уровень сахара не только пациенту самому, но и еще при помощи определенного программного обеспечения эндокринологу-врачу, лечащему. То есть врач-эндокринолог может оценить динамику уровня сахара. Системой непрерывного мониторинга глюкозы обеспечат всех детей округа заболеванием сахарного диабета. Местное производство не сбавит обороты. Съемочная группа телеканала «Север» встретилась с представителями Неницкой агропромышленной компании, чтобы обсудить вопросы импортозамещения. Подробности в материале моей коллеги Елизаветы Кабановой. Неницкая агропромышленная компания обеспечивает население Заполярного региона молочной и тепличной продукцией. Из-за логистических особенностей округа все необходимое сырье и оборудование закупается и завозится в регион заранее. Нынешняя экономическая ситуация в стране пока никак не задела местное производство. На сегодня закуплено и поставлено все необходимое для проведения сенокосной кампании, запасные части, пленка для агрострич для заготовки сена. Также поставлена тароупаковка, закуплена для молочной продукции. Ежедневно на производство поступает 4,5 тонны молока, из которого получается около 2,5 тонн пастеризованного, 300 килограмм сметаны и 200 килограмм детского питания. Также в зависимости от нужд бюджетных организаций Неницкая агропромышленная компания производит от 500 до 1000 килограмм кисломолочной продукции. Оставшееся молоко идет на производство творога. Для сметаны, йогурта, снежка и ряженки используется закваска импортного производства. Но связано это с тем, что когда компания выходила на рынок, русских аналогов в стране не было. Однако мы также одинаково работаем как на импортных, так и на отечественных заквасок. Для производства бифилайфа, локтиналя мы используем закваски и бифидокультуры отечественных производителей. 60% сырья для производства от отечественных компаний. Оставшиеся 40% – это импорт. Но есть аналоги на российском рынке. И Неницкая агропромышленная компания сейчас рассматривает их предложения, выбирая по качеству продукта. Что касается кефира, то тут используется закваска на кефирных грибках, которую работники Неницкой агропромышленной компании производят сами. Саму эту закваску наша лаборатория производит ежедневно. У нас имеется определенное оборудование, обученный и закрепленный персонал, который ежедневно проводит пересадку этих кефирных грибков. Продукция местного производителя натуральная. Все соответствует стандартам и рецептуре. Например, в йогурт добавляется сухое обезжиренное молоко, но его в концентрации всего лишь 2%, так как это необходимо по рецепту, чтобы содержание белка было в пределах нормы, поскольку йогурт – высокобелковый продукт. Хочу отдельно отметить сухое обезжиренное молоко, которое мы также используем. В год мы закупаем примерно 500 килограмм сухого обезжиренного молока отечественного производителя, высокого качества. И нам вот этого количества вполне достаточно. В год 500 килограмм. Оборудование для молочной продукции – отечественное. Единственное, что используется в производстве импортное – это специальные насосы. По словам Леонида Чебыкина, эту проблему можно решить. В Ненецкой агропромышленной компании также производят тепличную продукцию – всеми любимые огурцы, зелень и другие овощи. Семена огурцов, томатов в этом году у нас российского производства. Российской селекции, правильно сказать. Фирма «Гавриш» на российском рынке. Сорт «Танто» огурец в этом году посажен. И мы в этом году перешли на малобъемную технологию. Кстати, для малобъемной технологии нужна специальная минеральная вата, которая также российского производства. Семена цветов в основном закупались за рубежом, но запасов хватит ещё на год. А в случае дефицита есть московский комбинат, с которым у Ненецкой агропромышленной компании налажен контакт. Все удобрения, торф, а также новое компьютерное оборудование от отечественных производителей. Вот эта линия тоже фирма «Агротип». Это тоже российская. Я знаю, что сейчас столы льют на российском производстве. Думаю, что если будут проблемы у нас с заменой, так знаем, куда обратиться. По словам Леонида Чебыкина, объём производства останется на прежнем уровне. 90% оборудования – отечественное. А для 10 оставшихся процентов можно найти аналоги на российском рынке. Высокий спрос на отечественное сырьё позволил появиться в стране новым производителям, которые могут покрыть дефицит. В регионе прошла 13-я отчётно-выборная конференция Ненецкой окружной организации Всероссийской общественной организации ветеранов, пенсионеров войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов. 35 лет назад, в феврале 1987 года, была создана Ненецкая окружная общественная организация ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов. 96 делегатов от более чем 40 организаций собрались тогда на первую свою конференцию и юридически закрепили создание в Ненецком округе общественного движения. Наша организация насчитывает более 6 тысяч человек. В ней 78 первичных организаций. Уставные задачи организации – защита гражданских, социально-экономических, трудовых и личных прав ветеранов, улучшение материального положения медицинского и бытового обслуживания ветеранов, юридическая помощь ветеранам и членам их семей, патриотическое воспитание молодёжи, военно-историческая работа. Каждые пять лет Окружной совет ветеранов войны и труда проводит отчётно-выборные конференции, на которых выбирают руководящие органы. А вы этим занимаетесь и абсолютно искренне, и люди это видят и уважают вас, потому что, когда вы идёте по улице, с вами здороваются самые обычные жители, потому что знают, кто идёт навстречу. Спасибо вам огромное за вашу работу, спасибо огромное за активную жизненную позицию. Я говорю это абсолютно искренне, спасибо вам огромное. Я правда очень рад всех вас видеть в этом зале, в здравии и хочу пожелать всем участникам конференции плодотворной работы. На конференции подвели итоги работы ветеранской организации и выбрали новых руководителей Совета, а также членов его президиума. Председателем Окружного совета ветеранов войны и труда стала Татьяна Орлова. До этого момента Татьяна Никандровна занимала пост заместителя председателя Совета с 2014 года. Напомню, Окружному совету ветеранов войны и труда в этом году исполнилось 35 лет. Программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» созданы с целью мотивировать медицинских работников на переезд в глубинку. Деньги на развитие программы выделяются из федерального бюджета. На региональном уровне медработников, переезжающих в Ненецкий автономный округ, также материально мотивируют. Только в 2021 году в округ на работу прибыло 11 человек – фельдшеры, врачи и медсёстры. В следующем материале мы расскажем о медработниках, которые по программе «Земский доктор» работают в Индиге. Надежда Копылова – фельдшер-лаборант амбулатории посёлка Индига. После окончания Архангельского медицинского колледжа молодая девушка приехала в северную глубинку по программе «Земский фельдшер». Сюда я приехала, получается, в октябре 2014 года. Прилетела сюда на самолёте. Было очень как бы непривычно, потому что, когда я сюда прилетела на Ан-2, я прилетела, и летели со мной, получается, рабочие на посёлок Учейский. Было сначала много-много техники, и потом в один момент все они разъехались. Я такая стою, одна с этими вещами, которыми я приехала, и эти рабочие. У меня, соответственно, паника. Паника отступила в один миг. Девушку встретили и сразу отвезли в фельдшерский пункт. Свой первый рабочий день она помнит, как вчера. Когда мы учились, мы говорили, что вы придёте, у вас будет автомат стоять, всё быстренько будет делать. А здесь же я всё раскапывала самостоятельно, забирала кровь. Было, в принципе, не страшно уже, я была готова уже к этому. Сейчас у Надежды заканчивается контракт. По условиям программы «Иземский доктор» специалист обязан отработать по специальности в медицинском учреждении пять лет. За это время Надежда вышла замуж, родила детей и набрала профессиональный опыт. Когда ты одна, вообще бояться здесь ничего не надо. Всё равно здесь опыт, самый главный опыт. Ты надеешься сам на себя, тебе никто там не подскажет. Потому что в больших лабораториях в городе там всё равно «Ну, ты придёшь, там у тебя будут наставники, а здесь ты сам будешь справляться, сам, допустим, обучаться дополнительно где-то что-то. И поэтому я думаю, что можно ехать, зарабатывать стаж. И пока все, кто молодые, после окончания, почему бы нет». Ещё один медицинский работник, который приехал в Индику по федеральной программе – Алексей Бутаков. Молодой специалист, также родом из столицы Поморья. Фельдшер признаётся, в детстве он мечтал стать сотрудником МЧС. Но в период обучения Алексей решил поменять профессию и перевёлся на медицинское направление. «Где я жил, возле общежития, там был органовский медицинский колледж. И всё время через эту дорогу я ходил и смотрел, я хочу здесь учиться, хочу здесь учиться. И вот спустя год, который я отучился в ГТУ, я понял, что я хочу учиться там. Спустя год я позвонил родителям, говорю, мам, извини, пожалуйста, я не хочу получать высшее образование, я хочу получить среднее специфическое образование и хочу быть фельдшером». Выпускник медицинского колледжа устроился на работу в скорую помощь. На север его поманили перспективы. Фельдшер отмечает, несмотря на малую численность населения в посёлке, здесь тоже встречаются достаточно сложные случаи. «Здесь тоже встречаются и инсульты, и инфаркты, и отёк лёгких, и мерцательные аритмии, всякие интересные заболевания, и приходилось даже помогать участвовать в родоражении женщин». Работа фельдшера на селе имеет особую специфику. На плечи медработника ложится огромная ответственность. «Наверное, все медицинские работники, которые работают на селе, у них круглосуточные смены. Они работают круглосуточно. Даже сейчас я вам с вами разговариваю, мне могут позвонить, я могу убежать, потому что я дежуре в посёлке». Напомню, федеральные программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» направлены на поддержку специалистов здравоохранения, переезжающих работать в отдалённые населённые пункты с численностью не более 50 тысяч человек. Врачам, приехавшим в Наринмар, выплачивается 1 миллион рублей, фельдшерам – 500 тысяч. Врачи, переехавшие на работу в сельский населённый пункт или рабочий посёлок, получают 2 миллиона рублей, фельдшеры – 1 миллион. Наряду с федеральными выплатами специалисты получают региональные и единовременные компенсационные выплаты. Размер региональной выплаты врачам, трудоустроенным в городе и посёлке искателей, составляет 500 тысяч рублей, на селе – миллион. Фельдшеры получают 250 и 500 тысяч соответственно. В прошлом году в Ненецкий округ переехали 11 специалистов. В 2022 году ожидается приезд ещё 10 медработников. Василий Хатанзейский, Антон Водряков, телеканал «Север», посёлок Индиго. В Наринмаре стартовал окружной семинар работников культуры приурочены к их профессиональному празднику. Традиционно руководители и специалисты учреждений культуры региона собираются, чтобы обсудить актуальные задачи отрасли, представить лучший опыт, решить проблемы и договориться о новых творческих проектах. Ежегодный семинар – хорошая возможность для работников культуры из самых отдалённых населённых пунктов обменяться опытом с коллегами. Не секрет, что дома культуры на селе – это настоящие центры общественной и культурной жизни людей. Мария Бобрикова возглавляет такой центр в посёлке Бугрино 8 лет. Говорит, несмотря на ограничения, связанные с ковидом, сотрудники учреждения за прошедший год всеми силами старались разнообразить деревенские будни. Культура на селе всегда развивается, всегда мы идём вперёд. Проводили мероприятия по мере возможностей, в рамках плана, который был утверждён департаментом. Люди активно участвуют, потому что у нас один дом культуры и мы находимся далеко от других домов культуры, и поэтому все к нам, все приходят на мероприятия, люди активно участвуют. Не менее насыщенная жизнь в сельских библиотеках. Правда, тех, кто приходит сюда за книгами, с каждым годом всё меньше. Вот и библиотекарь деревни Вижас Вера Михеева отмечает эту тенденцию в своём поселении. «Читатели приходят, в основном, но читают очень мало. А дети в летний период, у нас детей вообще нет, потому что древняя маленькая, 40 человек. Но уже всё в основном, это как-то старшее поколение, то пенсионеры, читают очень мало вообще. Я люблю читать, и я даже удивляюсь, как можно не читать книги. Ну ладно, интернет – интернетом, телевизор – телевизором тоже, всё. Но, мне кажется, стали очень-очень мало читать». Сегодня библиотека – это не только книгохранилище, но и современный интеллектуальный и образовательный центр, работники которого используют новейшие информационные технологии и компьютерное оборудование. Именно такая библиотека впервые открыла двери для посетителей в посёлке Красное. Многие дома культуры в больших и малых сёлах требуют ремонта. В этом году ремонтные работы пройдут сразу в нескольких населённых пунктах. Мероприятия в области культуры реализуются в Нинницком округе в рамках регионального проекта «Культурная среда» – национального проекта «Культура». «Мы реализуем национальные проекты, но наш регион всегда выделяют, всегда говорят о том, как мы можем показать пример другим регионам по реализации национального проекта. И это ваша заслуга. Спасибо вам большое за это». В рамках семинара руководителей и специалистов учреждений культуры с профильным департаментом были озвучены основные достижения в данной сфере за прошлый год, а также планы на текущий период. «У нас летом состоятся две очень интересные этнографические экспедиции по изучению ненецкой культуры и по исследованию коми и жимской культуры Ненецкого автономного округа. Также будет очень большое интересное традиционное мероприятие – фестиваль коми-культуры Визула-Юбы «Стратечная река». Мы планируем, что у нас всё же состоится наш знаменитый фестиваль народного творчества «Аргиш-надежды», который в этом году планируется посвятить традиционной мужской культуре. И рядом с этим фестивалем всегда идёт межрегиональная выставка народных промыслов и ремёсел». Традиционно на мероприятии наградили лучших работников сферы. Добавлю, семинар работников культуры будет проходить до 30 марта. За это время его участники проведут деловые встречи и мастер-классы. Предусмотрена также творческая программа. Александра Литкова, Владислав Носкин, телеканал «Север». 27 марта в России отмечают День войск национальной гвардии. В Ненецком округе военнослужащие и сотрудники ведомства участвуют в обеспечении общественного порядка на улицах и в местах массового пребывания граждан. Личный состав контролирует соблюдение законов в сферах оборота оружия, безопасности, топливно-энергетического комплекса и частной охранной деятельности. С начала года инспекторы ведомства проверили по месту жительства почти полторы тысячи владельцев гражданского оружия и рассмотрели 440 заявлений на получение государственных услуг. Жители округа добровольно сдали в Росгвардию три единицы незаконно хранившегося оружия в обмен на денежное вознаграждение. Помимо этого разгвардейцы охраняют важные объекты – имущество граждан и юридических лиц. Под нашей круглосуточной охраной состоит более 200 объектов различных форм собственности и 44 места проживания и хранения имущества граждан. С начала года автопатрули неинственной охраны Росгвардии проверили 110 срабатываний тревожных кнопок и сигнализаций. Краш недопущено. 117 раз группы задержания выезжали на помощь людям, обратившихся в дежурную часть регионального управления МВД России. Выявили и пресекли 37 административных правонарушений. История войск Национальной гвардии началась 27 марта 1811 года. В этот день по указу императора Александра I на территории Российской империи завершили формирование внутренней стражи. Затем войска правопорядка непрерывно развивали и совершенствовали. Менялись наименования и структура. Но неизменным со времен основания остаются задачи войск по обеспечению государственной и общественной безопасности, поддержанию правопорядка и законности в стране. На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды.